добрый день вас приветствует оптимисты по жизни несмотря на перепады погоды вчера был туман слякоть противно сегодня солнце холодно то солнце то тучи вот так и настроение то меняется хорошее что-то погрустишь о чем-то подумаешь не всегда оно ломное не всегда оно комфортное но несмотря на все вот эти перипетии стараешься держать себя в форме вес возраст лень начали пить витаминки купили витамины для спортсменов со всеми минеральными там добавками со всеми комплексов витамин вы знаете легче легче интереснее стало настроение активность большая высыпаешься мне понравилось будем продолжать пить но теперь потихонечку конечно подключать упражнения ой вообще ему я не представляю я падаю на пол вот что есть как тыква невозможно перевернуться сбоку на бок сбоку на бок вообще а чтобы мне встать с пола я сначала на живот ложусь подтягиваю ноги вы представляете какой вес набрала очень большой любим стрепню любим хорошо покушать у у меня всегда синдром пустого холодильника это видимо издержки юности моей когда я жила одна уже без мамы некому готовить некому заставлять готовить да ладно пирожные я всегда ну да господи наберешь пирожных наешься и красота мама заставляет всякие каши есть картошки супы и нашу не нужны и когда я дорвалась за этих пирожных я ела денег два потом и на них смотреть не могла ну как я хочу супчик а как я хочу картошечки но так как и жила одна пошла набрала все и начала учиться готовить готовила неплохо готовила но не всегда было время училась ребенок маленький подрабатывала моталась то там то там приходишь быстрее быстрее всегда быстрее что-то быстрее приготовить а сейчас а сейчас сейчас пошла на пенсию перестала работать после операции как-то решила немножечко подумать о здоровье ну и подумала подумала около кастрюль понимаете и теперь стало нравится большие кастрюли готовить немаленькие чтоб чан здоровый был чтобы я вот от мешала вот посмотришься вот эти кыргызстан азербайджан как они там этими чадами готовят мешает этот плов и мне давай отдаваем небольшую кастрюлю уже котелок у мужа похода отобрала большой отобрала отобрала вот видите постоянно заглядываю в орфографический словарь потому что смотришь очень много каналов девочек с украины очень много смотришь и вот это вот шо г конечно в речь уже вошло конкретно хочется избавиться иногда ударение много в интернете пишут много читаешь они всегда правильно выражают свои мысли и слова и говорят и поэтому как-то быстро прилипает на язык это и начинаешь уже коверкать поэтому орфографический словарь школьный еще со школы его не выбрасываю но естественно в интернет заглядываю как и то или иное слово нужно сказать очень правильно хочу правильно научиться говорить хорошо чисто научиться говорить хотя я говорила хорошо но вот эти всякие наречия слоганы эти все дают о себе знать ой я вообще не могу ну что ж такое то вот надо обязательно делать маски вот понимаете смотрю на себя я на бабушку игу наглядеться не могу так и я вот видите все надо подтягивать посмотришь крема рекламирую черный жемчуг ой нанесите чем у вас лицо будет сиять ну конечно в 30 лет и я наносила черный жемчуг у меня сияло лицо вообще идеальное было а вот когда в 60 лет нанести черный жемчуг чтоб она засияла тут уже конечно черный жемчуг не поможет вот слышу что очень ноги там колят себе уже молодые но 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 нет 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 только только какие-то такие вот процедуры народные средства упражнения зарядка для лица только это какая буду такая буду но не хочу я химикаты в лицо совершенно не хочу синтетику я не хочу в себя я и так как-то очень чувствительно всегда таблеткам поэтому нет 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 и нет будем такие какие есть кому надо и такие понравимся кудрина ведем глазки подведем так где глазки и глазки вот эти глазки вот поэтому дорогие мои сейчас у меня обыкновенные домашние дела занятия пылесос вот готовлюсь к ужину скоро муж придет . придет с тренажерного зала сейчас буду делать пюре картофельное сейчас буду делать вот не зря пенсию людям дает с памятью вообще ну вы понимаете что пирог с яблоками буду делать шарлотку господи помилуй понимаете что творится вспомнить вот так вот иногда какие-то элементарные я могу да действительно я услышала что возрасте люди могут вспомнить все что было в юности и прям досконально вот прям до каких-то мелочей они могут вспомнить что было завтра или позавчера позавчера вы их завтра ну что ну что еще сказать вчера и позавчера завтра я никак не могу вспомнить потому что ручки не было так что мои дорогие сейчас то же самое приготовлю покушать и начну тоже какую-то зарядку сейчас выберу себе упражнения разминочные суставные какие-то упражнения потягушки такие вот надо потихоньку делать очень здоровый живот вот это вот вот это вот передняя часть конечно окорока сильные висят естественно от этого болит спина очень сильно болит спина болит позвоночник потому что очень слабый видимо вот этот постоянно если поготовил походил долго или долго поставил у плиты поготовил прям ноги спина я просто одеваю пояс потому что не выдерживает такой нагрузки я ну все сыпалось все прям в нижнее белье очень тяжело и постоянно что-то фиксируешь для того чтобы хоть удержать свой собственный вес поэтому и их как вот совместить и вкусно питаться потому что синдром пустого холодильника я как только вижу что у меня пустые кастрюли или в холодильнике мало чего-то лежит да еще муж этот огроменный холодильник купил и всегда его хочется заполнить думаю что что такое махина стоит морозить ни туда ни сюда надо что даже положить и вот набиваем его теперь стоял маленький холодильник и вот раз-раз вроде битком набит а сейчас глянешь есть дома нечего караул в магазин на рынок ну вот и только ходишь в этот холодильник только ходишь видите мяч мяч вот я его беру попрыгать на нем посидеть когда гости прыгают да и я а так вот вот лежит сколько можно упражнений поделать лежит вот сама себе ругаю а не хватает молодая была того упражнение да я спокойно ногу на подоконник пошла туда-сюда выгибалась пошла на народные танцы пошла на бальные танцы там хореографии как-то я а сейчас прям ой ну такое ощущение что мешок на мне вот висит и мне так тяжело это все делать с таким трудом такая лень никогда такой линии не было что ты не хочешь подвигать руками и ногами никогда поэтому я и думаю почему старики во дворах все время сядут и сидят а-да-да-да-да-да-да-да другие посмотришь по лесам по долам с кошелками на дачу а эти сидят сидят глянешь уже все схоронили вот так обездвижение обездвижение атрофируются мышцы естественно движение поток крови уменьшается плохо питает суставы плохо питает мышцы все человек хереет хереет сначала вроде ничего видит потом смотрю желтый какой-то уже какой-то серо-желтые ну думаю все скоро отправиться и правда понимаете так что все зависит сейчас от нас хочется подольше пожить как моя мама говорила жить надо до ста лет до ста лет надо жить протянем ли мы но я думаю если мы сейчас возьмемся то протянем если не помогут уйти а у нас помощников очень много это и экология это и продукты вода очень много помощников это и таблетки синтетика и врачи которые назначают а не подходит это ну вот это попробуйте прихожу в поликлинику еще с врачами начинаю спорить объяснять им где какие таблетки и какие противопоказания смотрят откуда вы все знаете мы знаем есть интернет газеты я вот всегда весь них зож стараюсь посматривать раньше выписывала прям все ну как без этого если она выписывает а у меня противопоказания к этому я говорю только не выписывайте у меня то-то и то-то ага и выписывает говорю что вы мне выписываете они не знают противопоказания они не знают ничего постоянно куча книжек рядом лежит то есть ну такое видимо обучение сейчас у нас ну что поделать работать всем надо но от этого зависит наше здоровье а не в вузах учиться а мы должны вот дома теперь на пенсии сидеть и это все тоже изучать вот удовольствие это выше среднего не что путешествовать я сижу изучаю вот юридическое право я сижу изучаю медикаменты какие где газеты ну это удовольствие правда вот зачем это мне осваивать выйдя на пенсию нужно освоить да еще чтобы извините в магазине считать как хороший экономист бухгалтер как у меня сестра считала до полкопейки все высчитает в уме ну думаю не дома не голова дом советов вообще мне так не получается ну другая профессия что поделать она училась для этого а тут пока сообразишь уже на кости какая-нибудь продавщица с профессиональным училищем фрезеровщик какая-нибудь сидит и меня обсчитывает понимаете обидно просто обидно так же весы проверяешь так же проверяешь сдачу так же проверяешь все постоянно с чеком стоишь по полчаса потеешь пока все просчитаешь подвесишь взвесишь на рынок вообще страшно заходить постоянно ходишь с весами скантере обмахивает только так какой-то недоумок черный стоит все намахал на полкилограмма стоишь рот откроешь а теперь думаю нет а не буду теперь еще с маятником хожу все проверяю подходит ли моему организму это или нет прям подхожу свежие свежие хорошее хорошее ой берите ой красота маятник минус не я даже не спрашиваю маятник показал минус я отхожу все все раз показал что моему организму это будет во вред все я даже не беру ну вот так вот молоко так проверяю яйца свежие там вот ой хороший свежий берите вчера сказать можно все что угодно сейчас очень много все говорят очень много говорят везде говорят А я вот запросто беру маятничек. Спасибо, спасибо, спасибо. В следующий раз возьму. Вот. Сейчас я у вас брать не буду. И все смотрят. Раз-раз смотрю, глаза забегали. Ага. Ну, думаю, ой, мой маятничек любимый. Мой золотой. Мой кусочек воска и все. И вся информация. И мне слушать никого не надо. Вот так вот. Сам себе режиссер. Так что пошла я дальше заниматься своими делами. На очки чуть не села, чуть не присела. Наговорилась с волю. Все. Пошла работать. Пошла работать, пошла пылесосить. Некогда. 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 Так, не пылесос. Так, не оставляй. Некогда. Папа купил нам ковер. Папа купил для очки ковер. Папа купил для очки ковер. Папа купил для очки ковер. Так, это я смотрю на экран, а мне нужно смотреть вот сюда. И тогда будет казаться, что я смотрю на вас. Ага, поняла. Ну, проверю, проверю. Буду пересматривать. А то куда-то в сторону взгляд, как будто это... Понятно. Так что, мои дорогие, хорошие, я продолжаю. Продолжаю заниматься уборкой, пылесосом. Вот. Фигуру вы мою, спортивную, вы уже увидели, да, со стороны. То есть, тут шкаф, поворачиваешься, тоже шкаф. Что спереди, что сзади одной ширины. Да. Я самокритичная. Ну, что делать? Ну, вот такая я. Так что, вот это вот бугры передние будем все убирать, уменьшать. Кто-то надувает специально, скульптином, а мы это все убираем. Так что, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»